Сможет отметить тысячелетие, если люди не навредят. Стражу Ольхона в этом году 777 лет. Это одно из самых старейших деревьев в России. И сегодня, как заявляют экологи, оно нуждается в защите. Лиственница страдает от трубок и разжигаемых рядом костров. Алексей Питков увидел, в каком состоянии этот и другие старожилы острова. Здесь категорически запрещено ставить палатки и тем более разжигать костры. Эти несколько гектаров земли – настоящее чудо Ольхона. Тут раскинулся сад вековых деревьев. Об этой части острова сотрудники нацпарка рассказывают неохотно. И только чтобы сохранить это сокровище, его тайну решили рассекретить. Приходится рассказывать. Почему? Потому что люди приехали, они увидели старое дерево. Но решили, наверное, оно уже не имеет какой-то ценности. Спрятались от ветра, разожгли костер. Может быть, они уже уехали. Здесь тлеет и уничтожается дерево. А дереву 500-600 лет. Таких деревьев здесь около 30. У каждого есть имя и даже паспорт. Поваленные на землю, расколотые надвое, эти лиственницы продолжают жить сотни лет, несмотря ни на что. И в глубине этого сада стоит его венец по имени Страж Ольхона. Глядя на пышную хвою этого исполина, сложно представить себе его возраст – 777 лет. Страж Ольхона пророс из небольшого семени в 1243 году. А уже в этом 2020-м ему присвоят статус памятника природы. Между прочим, это одно из старейших деревьев во всей России. Точный возраст установили московские дендрологи с помощью специального оборудования. Страж – настоящий ветеран климатических войн, говорит Галина Сибирякова. Почти за 8 веков условия, в которых он рос, менялись несколько раз. Его ветви разрослись в стороны. Сотни лет назад ушли под землю, укоренились и проросли уже новыми лиственницами. Но сегодня многих ветвей уже нет. Туристы пустили их на дрова. Сама лиственница тоже пострадала. Возле нее не раз разводили костер. Страж Ольхона будет расти и дальше. Главное – не допустить новых повреждений, говорит Галина Сибирякова. Поэтому, если вы его нашли, не рассказывайте, где. И тогда этот исполин сможет отпраздновать свое тысячелетие. Алексей Питков, Виктор Тагмитов и Андрей Подлужный. Вести. Иркутск.